Благочинный городских церквей не от себя предлагал, что замечено некое охлаждение религиозных чувств, а для того, чтобы священники к трогательному покаянию как можно чувствительно и кающихся убеждениями располагали и через то, как их спасение, так и свое уважение в обществе делали вероятнее. Но когда о сем все судить начали, и речь дошла до уст отца Павла, то он, предлагая загвоздку, сказал, «Как это располагать? И еще же мне неизвестно, какие результаты весьма сильная напряженность в чувств дать может. Она может потребовать повсеместно во всем выражение правды и обличения без всякого на лица зрения, но кто же снесть это может, особливо среди тех, и жирекутся с толпы?» Ныне не тот уже свет, как было при пророках, что и самого Ахала за колеса останавливали, и даже в коляску к нему босиком поскакивали. Век наш во всем любит, чтобы были умерены, и следует в нем живущим умеренность предпочитать прочему. Да и нам самим, худым иереям Бога Вышнего, не хуже ли было бы, если бы свет преисполнился бы непомерной устрастностью? Я о себе скажу, что смотрю на это, как опытный кухарь, знающий трапезующих по пословице «не досол на столе, а пересол на спине», и сию одобряю. А когда отцу Павлу все иные стали возражать и настаивать, что горячность более духовенству принести может, то он не согласился и предложил два предлога, которые всех раздумать заставили. «Были у меня, — сказал отец Павел, — двое чад духовных, — один открытый недоверок из столичных высланцев, непозволительного характера и мыслей, который мне о вере своей и настоящих упованиях в другой жизни никогда не говорил, иначе как по символу «Чаю воскресения» и «Аминь». А была же другая, женщина сердовых лет, всегда благочестию учащаяся, но не коли же в разуме истины прийти могуще. Та всегда мне весьма пространно веру свою излагала и грехи в мельчайших подробностях высказывала, и то не по единожды в год, а по трижды мне подносила. «Как же вы думаете, с которым из сих двух чад моих у нас наиближайшие и приятнейшие духовные отношения стали?» Все отвечали, «Разумеется, с дамою, которая сильнее верила и говеннее любила». Отец Павел опроверг и сказал, «Вот то-то и есть, что наоборот. Тот петербургский недоверок, когда он ко мне подходил, ибо обязанность чувствовал, то я его всегда поначалу спрашивал, «Ну как ваше дело?» Он участие к нему принимал сухо и бывало кратко ответит, «Не знаю». «Надеетесь ли?» спрашиваю. «Как же, — говорит, — все тем только и живут, что надежда ему ржет детским лепетом своим, а я на него, бывало, не сержусь, а похвалю. Надеетесь, — говорю, — это хорошо. Вера, надежда и любовь — это три добродетели, но любовь больше всех. А потому следуйте, не смущаясь, заповеди Спасителя нашего, и любите и врагов ваших, и ненавидящим вас творите благо». И с тем его, бывало, отпущу. «А когда по возвращении домой, сняв рясу, начну отрисать из ее кармана принятое, то знаю, что находящаяся в числе прочего краснуха всегда от всего непокорного пришла, и более я с ним во весь год ровно никаких хлопот не имею. Дочь же моя, по трижды в год себя облегчавшая, когда приходила, то такое множество грехов за свободою своей открывала, что я даже ни одного совета ей дать не мог, ибо постигнут не был в состоянии, коим она духом злее беснуется. А за все то находил в кармане одну мелкую серебряную монетку от нее, увернутую в розовой бумажке с надписью «Помяните в своих молитвах дочь вашу такую-то». И, кроме того, еще те досаждения причиняла, что когда каким-либо грехом была попрекаема, то всегда подозревала что-то, отец Павел открыл ее исповедь и прибегала справляться и расспрашивать. А когда же однажды, выведенный ее стремлением говорить о своих грехах, отец Павел ей нетерпеливо заметил «Вы блудливы, как кошка», то она вскрикнула «Ах, вы преступник! Вы самый секретный грех моей исповеди выдали». Тогда, несмотря на свое бесстрашие, отец Павел дал ей собственных своих десять рублей под честное слово, чтобы она избрала себе только другого для ее тайных грехов сохранителя, а в противность пригрозил ей, что по рассеянности своей может ошибочно присвоить ей один из тех грехов, которые Макар до сих пор отмаливает, стоя на коленях среди стада, посом их им в отдалении телят. И тем лишь от горячности ее смог избавиться.